Вот я тут садил весной, еще наросох капусту. Крадил сейчас я туда, где вода протекала на Камагорике. Днище слива, сухое. Не сделали это весной. Рассохли бы. Маленько она... Капуста маленькая в этом году. Наколотил. И она ранняя еще. Рукавичка у меня там, в этом, в тужурке. Ну и что там, вода бежит? Сухо, все. Только надо это заколотить сверху, иначе вымоется. А доску там убрали, да? Доску убрали со стороны воды? Нет. Нет, это надо будет потом убрать. Заколотить такими досками, у нас доски есть, шестиметровки. Это еще раз прийти. Заколотить, чтобы она плотно прилегла. Иначе весной вымоет воду эту запрудку. И тогда будет подтекать везде. Что вы сейчас морковкой займетесь, да? Я пойду сейчас копать. Копать. Ну давайте я вас покажу. А? Давайте я вас покажу. А что покажешь? Ну как копать будете? Что? Что меня одного показывать-то? Ну вот морковка не так, как у матушки. Рядами она была бы удобна. Хотя, хочу не хочу, а буду ее добивать. Вчера с одним в интернете переписывался там ВКонтакте. А? С одним переписывался ВКонтакте, он наш канал смотрит, Илья Мамедов. Это фамилия-то такая, говорю, говорящая, где-то я ее слышал. А потом вспомнил фильм «Апостол», когда у него там один из напарников-то был, Мамедов. Он говорит, я... Когда где? Ну а фильм «Апостол», Мамедов-то был. У апостола-то там в подчинении-то. Не знаю. Когда он готовил их забрасывать в Россию со стороны немцев. Фильм «Апостол»-то. Это фильм, что ли? Ну конечно, Евгений Миронов-то снимается сериал. О, я это не видел. Ну как не видел? Ну я не пойму, думаю, откуда, какой апостол. Не, говорю, фамилия там такая же. Ну вот это не суть. Он просто говорит, что Илья Мамедов говорит, мы постоянно ролики ваши смотрим. Ну? Вот, говорит, а я говорю, вот будем завтра там морковкой заниматься. Он говорит, а ролик будет? Я говорю, ну постараемся, будет, наверное. Вот хотел посмотреть. Я говорю, как у матушки она там это выгорает, ломает. Ну, она боится его аппарата. Он говорит, нам интересно все смотреть, говорит, как вы живете в бедности и красиво, говорит. Что мне сделать-то? Как ты посоветуешь? Идти как? Прямо так вот? Или прямо наступать на нее и проходить? Да, наступать и проходить. Лучше вот сюда вот. Ну и понятно, что сюда. Вертикально вниз. А больше не надо вытаскивать-то. Главное, чтобы прошло. Подряд все. И грядка скопана будет. Земля какая твердая. Ну вот это Илья просил привет передать им. Брату Максиму. Первый ряд. Сестрам его там. Кристине, Софии. Все пожелаю, только спаси не души им. Чтобы жили в страхе перед Божьим. Перед Богом. Любили заповеди Господни. Трудились вот точно так же. То есть показывать добрый пример служения Господу. Что ж она тут кудрика распустила? Ну да. Какая крепкая, здоровая. Ну вот я возьму в руке и видать, что серьезная морковка-то. Мы вот в этом же году ее это пропалывали. Специально я побольше оставлял место, чтобы покрупнее было. Ну где-то останется, можно будет достать. Ну да, тут и. Вот она, видишь, какая. А где она была, она может нам косу взять, скосить прежде, да и все. А? Может косу надо было взять, скосить прежде, да и все. Да ну. Вам сейчас бы легче было копать. Приспособлюсь. Вот так. Ну и все. Может какие размышления? Сейчас я покажу. Третий ряд пройду. Может у вас какие размышления есть, Игнать Ильич? У меня? Да. Морковка. Морковка. Вот я, когда глаз спухло, все заболело-то, я всегда пользовался им. Морковка тертая, мелкая-мелкая должна быть. А тут не было. Вот я все вместе соединяю. Смотри, как обгрызлила макушка. Не, оно да, обгрызлило. Да. Сырой и нельзя, говорит, есть. Иначе может быть то ли ремея, только навареная, которая вот так вот, подпорченная. А почему? Ну грызуны. Это то ли кротик, то ли мышки. Мышки. Ну не барсук. Я наверное вот так вот буду ее. Ну вот так. Можно здесь маленько разобрать. Вон какая морковка. Ну ясное дело, хорошенькая. Да. А помните нам присылала это, Нина Александровна, уже у нее работа. Она дала? Да, помните присылал. Такая длинная-длинная она. Аааа. Вот. Надо рассылать заранее какие. У нее это там песочная земля. Там более длинная они вырастают. Ну какая. Ну да. Лопнула? Это от чего? Как-то матушка говорила, что-то жирная какая-то. Кто? Земля? Ну, то ли морковка, то ли что-то я тут и не понял, кто кого на ком стоит. О, еще съел. Как он теперь будет сейчас зимовать-то без нашей морковки-то? Вот одну бы ел до конца, а не тут подряд. Но эти вот хорошие не тронул. Вот тоже. Тоже. Вот. А я вижу. Вот он уж успел начал тащить. Вот его будешь встретить и сказать ему, что делаешь, а? не садил. И безобразничаешь. А просто так вот. Я говорю, а его нет, он не слышит. А может быть и не понимает по-русски. И всякое дыхание да хвалит Господа. Все дышащее. Вот он хвалит Господа, что мы такие растяпы. С ним не расправились. Это мне интересно, мама. Вот что они такое вот заметят. Ну никак нельзя. Сынок, что-то делать надо. У меня разговор короткий. Я все эти ловилы. Воробьи одолевают цыплят. Ну, это один воробей вроде бы это ничего. А когда их компания много, ну, они много съедают. Я сразу же насторожил все там и поймал. Штук семьдесят, наверное. Я у себя на голубят и ровно двести штук поймал. Я смотрел, что я их по головке не погладил. Ну и здесь такая же история. Ну и матери-то отдал в короткий. Она руку сунет, достает его оттуда на пороге, на выходе. Ему голову режет. Господи, прости меня грешного. Сколько они у меня тут перепортили всего. А они семечки шалкают, знаете. Ну... А подсолнухах? А подсолнухах. Это не выскажешь даже сколько. Много портят. Это грачи портят. Они... Единственное, кто не портит и которого больше всего уничтожают, это утка. Вообще не появляется ни в деревне, ни на полях. Ну, это разберемся. Было бы еще. Надо землю только взрыхлить. Картошку надо оттуда вытаскивать, а это и вытаскивать не надо. Ну, вот. Такая примерно история. Это надо на ту сторону, чтобы... А я сейчас ее вот так вот. Да-да. Ну... Это у меня лучше получится. Я ее разглажу вот так вот. На ходу придумал. А ты говоришь, косить. Косить ее, тогда не увидишь, где она. Здесь дома. А почему? Если оставлять, по верху взять просто и все. Ну, не знаю. Вот вы сейчас же это... Может быть и так. Вы же сейчас срубаете ее. Сейчас лучше будет. Да. Мне вспоминается, в Дании или где там нашли долгожителя. Долго он жил. Больше ста лет. Это долго считается уже. Как питался. Во сколько ложился. Они все расспрашивают. В чем секрет-то? Они берут, а сами-то знают, что им не дожив. А он и отвечает, говорит, а я никогда не спорил. Не спорили? Да быть-то он не может. Может быть и так. Доказывать не стал, что он невиновный. А сегодня еще человеку не скажешь. Он из себя выходит. Нет, я не такой. Я лучше. Это на меня клевет. Да. Вот. Домашние дела, я говорю. Другое дело в деле Божьем. Серитикам нельзя уступать. Речь идет о спасении. А вот по домашнему-то. И женщина говорит утлый сосуд. Утлый, то есть немощный. Но если она немощная, так и пусть ведет себя как немощная. А то ведь она командует. Вот вроде бы выбрал я. А получилось, что не все. Ага. Так. Вот. Уже лучше пошло. Вот она. Разломилась. Я давно на нее еще себе хрустнула. Я слышал. Да, да. Вот. Вот в руку-то возьми. Видать. Ну бывает. Метра 25-30. Ну, хорошенькую Бог дал морковочку. А мне матушка вчера еще дала селый мешок. А почему я с двух сторон? Потому что ее не возьмешь-то. Вот. И смотри. Земля твердая. Засохшая. Вот и вытащил. Смотри, как резко затянуло озеро. Пруд. Не озеро. Это пруд. За прудом. О! Съеденная. И смотри, как хорошо ее обделал. Кисточка одна осталась. Оболочка. Замечательная. Ну, готовит витамины на зиму. Говорит, ему тоже жить надо. Вот что тут делать? Они рядом. У тебя, если бы они рядками были, а то они у тебя не очень-то рядки соблюдают. Они у меня вдоль посажены. Маленько помогаю. Вот они какие. Я даже не ожидал. Вдоль грядки. Так. Вот еще. Вот. Это что, морковка там? Да, вот она. Вот видишь, я ее продрал. Вот еще морковка. И теперь мне кажется, что это не морковка. А что это такое, не знаю. Вот. На двух ладонях. Вдоль. Ну, поперек. Вот две ладони и пальцы в сторону. Господь дал. Да. Аминь. Неожиданное счастье. Ну, это придется, когда пройдешь, отдельно пройти, тогда уже. Все, вытащится. А вот свекла у нас в этом году не очень почему-то. Не знаю. То ли земля тут была не такая кудышная. То есть вот она. Небольшая такая вот. Вот мои руки. То есть обычно свекла большая нарастает, а тут небольшая она выросла. Ну, в принципе, нам для готовки само то. Потому что большую придется резать, в холодильник утонсовать. А так одну источил, да, кинул в борщ. И нормально. Ну, веси покрупнее, конечно, но не сильно. Именно вот в это вот место вот почему-то здесь даже вот я тыкву садил, она у меня засохла. Маленькие плоды стали появляться уже, когда заморозки начались. То есть что-то, видимо, в этом участке земли что-то не так. растет. Тут вот хорошо вот на этих грядках все растет. И лук хорошо растет, морковка, бобы хорошо выросли, горох. Вот. А вот. Может то, что здесь крапива растет. Матушка что-то говорила, Людмила, что если крапива где-то рядышком, она насеивает свои семена и что-то там какая-то болезнь образовывается из нее в почве. Может даже из-за этого. Ну, вот так вот, в принципе, с Божьей помощью и трудимся. Облака вон какие красивые. Чудные дела Господа. Великие чудные. Слава Богу за все. Аллилуйя.